Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. А пока хочу представить наших сегодняшних героев. Варя и Ярослав первыми вступили в борьбу в стране безопасности. Впереди осталось только одно испытание, а дальше возможный выход в финал. Многое будет зависеть от сегодняшней игры, так что пора начинать. Варя и Ярослав, привет! Привет! Я очень рада нашей новой встрече. И хочу рассказать, что мы подошли к последнему испытанию. А сейчас вам, наверное, очень интересно, с какими результатами вы и ваши соперники подошли к четвертому дню соревнований. Спасайка нам сейчас покажет турнирную таблицу. Итак, внимание на экран. Сегодня мы с вами ничего выбирать не будем, потому что непройденным осталась лишь только одна опасность. Это все, что может с нами случиться в лесу. Ведь он большой друг человека, дает нам ягоды и грибы, делает воздух чище. А при хорошей погоде это отличное место для прогулки и отдыха. Ребята, а какую опасность несет в себе лес? Можно потеряться, может дерево на тебя упасть. Когда гром, нельзя прятаться под деревня, потому что может попасть... Не гром, а молния. Ну, молния может попасть под дерево, а если ты будешь под деревом, то очень хорошо будет. У нас есть опасный гриб. Нужно у мамы спросить, какие грибы опасны. Когда ты идешь в лес, нужно спрашивать, какие грибы опасны, а которые нет. А то ты так, вот допустим, захочешь собрать какой-то там гриб, ну допустим, а ты подумаешь, что это хороший гриб, а он окажется плохим. А вы его дома съедите и отравитесь, допустим. Вот это тоже опасно. Еще нельзя ходить под электропроводами. Медведя можно встретить. Можно встретить волков. Это очень опасно. Да. Надо быть предельно осторожным, смотреть под ноги, а то попадешь еще в ямку. И нужно опасаться капканов в лесу, а то какой-то охотник захочет словить медведя и поставит капкан. И ты можешь в него наступить. Но самое главное, вы должны были сказать, что, конечно же, в лесу, если мы собираемся в лес, то нужно с кем идти? Со взрослыми. Идти со взрослыми, либо с взрослыми, но знакомыми нельзя только с родными, с близкими, которыми ты знаешь и которые тебе могут помочь пойти в лес, которые знают, как выбраться оттуда. И нужно взять телефон обязательно, а то вдруг ты заблудишься. И нужно позвонить потом по телефону спасателей, чтобы они тебя попробовали найти. Молодцы, ребята. За то, что вы правильно ответили на мой вопрос, вам достается один бонусный балл. Ура! Бонус, 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 бонус. Ну, а чтобы вам помочь справиться с сегодняшними вопросами, я предлагаю посмотреть вам мультфильм. Все ответы на сегодняшние вопросы там есть. Смотрите внимательно на экран. Привет, друзья! Я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие по загадочному и таинственному лесу. Вы готовы? Отлично! Для начала, давайте запомним простые правила, которые помогут сделать наше путешествие приятным и безопасным. Перед тем, как отправиться в лес, обязательно спросите разрешение у родителей. Если родители не против, расскажите, куда именно и с кем вы идете. Помните, никогда не ходите в лес одни, это очень опасно. Вот и сегодня с нами в лес пойдет мой друг Саша. Кстати, он уже спросил разрешение у родителей. В лесу очень легко заблудиться, поэтому яркая одежда, к примеру, красного или желтого цвета, поможет с легкостью вас найти, если вы заблудитесь. Собираясь в лес, не обувайте тапочки или сланцы, иначе вас могут покусать опасные ядовитые змеи или насекомые. Наиболее подходящая обувь в лесу – сапоги или высокие ботинки. В лесу очень много комаров и мошек, которые могут вас покусать. Поэтому обязательно нужно взять с собой средства от комаров. А чтобы защитить вашу голову от перегрева и укусов клещей, наденьте на голову кепку или шапку. Чистый носовой платок тоже может пригодиться. Возьмите с собой кусочек мела. Им можно не только рисовать на асфальте, но и делать пометки на деревьях, чтобы легко найти дорогу обратно. Чтобы правильно определить время и не опоздать на обед, обязательно возьми с собой часы и полностью заряженный мобильный телефон. Он также поможет связаться с родителями, если что-то случится. Да, и еще. Возьмите с собой перочинный ножик, небольшое лукошко и бутылку с питьевой водой. Они могут вам пригодиться. Ребята, я надеюсь, что вы внимательно слушали моего помощника Спасайку. И тогда с легкостью ответите на мой вопрос. Как правильно подготовиться к походу в лес? Нужно надеть высокие ботинки, ну или кроссовки высокие. Еще нужен спрей от комаров, чтобы их не закусать. Кого? Комаров не закусать? Ой, чтобы они нас не закусали. Нужно надеть кепку, чтобы клещи не покусали. Нужно взять платок, нужно взять мел, нужно взять ножик, нужно взять бутылку с водой, нужно взять лукошко. Нужно взять телефон, часы. Полностью заряженный. Часы. Ну и все. Какого цвета должна быть одежда? Очень яркая. Очень яркая, чтобы тебя могли заметить спасатели. Молодцы, ребята, это правильный ответ, за который вы зарабатываете 3 балла. Поздравляю вас. Ура! Ну, а время переходить к нашему второму испытанию. Вам необходимо будет выбрать из трех вариантов ответа на мой вопрос правильный. Сделайте это за максимально короткое время. Итак, как правильно одеться для похода в лес? Вариант номер один. Красная куртка, высокие ботинки и желтая кепка. Вариант номер два. Шорты, босоножки или шлепанцы. Вариант номер три. В одежду военного. Это камуфляж. Выбираем первый. Первый вариант. Одеться в светлую кепку, куртку и длинные ботинки. Молодцы, ребята, это правильный ответ, и вы зарабатываете 2 балла. Ура! Ну, а время переходить к нашему заключительному испытанию. Это загадка, за правильный ответ на которую вы можете заработать 3 балла. Если же ответите неправильно, то 1 балл я у вас заберу. Итак, этот маленький злодей зверя грозного страшней. На ветвях в лесу живет. Не росу, а кровь он пьет. Настоящий паразит и несет энцефалит. Облик страшен и зловещ. Берегитесь, это... Клещ. Молодцы, правильно, это клещ. И вы заработали 3 балла. Я вас поздравляю. Ура! Ну, а время подводить итоги. Давайте посчитаем, сколько баллов вы заработали. Вы получили один бонусный балл. В первом конкурсе вы заработали 3 балла. Во втором испытании вы заработали 2 балла. И за третье испытание вы также заработали 3 балла. Посчитайте, сколько у вас... 9! Правильно, 9 баллов. И сейчас спасайка вынесет этот результат в таблицу. Для вас главный этап соревнований в стране безопасности подошел к концу. А вот будете ли вы сражаться в финале и в полуфинале, мы узнаем совсем скоро, когда ваши соперники пройдут все испытания. Так что до скорой встречи. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.